Нужны объединённые целенаправленные шаги всех людей на Земле. Шаг 2. Научиться владеть собой, контролировать свои мысли, слова и поступки. Как гласит третья основа АЛЛАТРА, владение собой, «Нет для человека более высшей власти в этом мире, чем власть над самим собой. Ибо в Духе есть победа над материальным миром. Владение собой более ценно для человека, чем владение любым земным богатством мира. Ибо оно открывает путь к познанию истинной мудрости, помогающей освободить свой ум из ниши человеческих страхов, узких сводов тьмы заблуждений, возвыситься над приземлённой самостью, преодолеть твердь материального мышления, открыть для себя безбрежную сферу познания Истины. Где внимание человека, там его мысли, слова и дела, там и жизнь человека, её конец или начало. Каждый человек, умеющий владеть собой, повелевающий своими мыслями и эмоциями, дарующий свою безграничную духовную Любовь людям, есть самый богатый и самый счастливый человек в этом мире. Каждый человек должен понять, кто он, куда он идёт, зачем туда идёт. Не понимая это, человек будет ходить кругами из месяца в месяц, из года в год. Важно контролировать процессы, происходящие в уме, и задаваться вопросами, откуда берётся зависть, что и кого я сравниваю, уместно ли данное сравнение. У каждого своё, свой крест, своя судьба. Лучше, конечно, при проявлениях своего животного начала использовать девиз «Не сравнивать, не гордиться, не завидовать». Нужно принимать ситуации и людей такими, какие они есть. Ведь всякая ситуация, каждый человек в ней — своеобразный учитель. Главное — полагаться на внутреннее, исходящее от души. Лучший судья — это совесть. Быть примером и нести ответственность за свои мысли, слова и дела достойно человека. Подробнее о том, как научиться владеть собой, контролировать свои мысли, слова и поступки, читайте в книге Анастасии Новых, «АЛЛАТРА». В комментариях под этим видео вы можете поделиться своим видением того, какие необходимы действия для скорейшего объединения людей на духовно-нравственной основе. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова